Я стал молодым человеком, чье сердце было исполнено гневом и ненавистью к сионизму. Я был счастлив, когда их убивали. Когда израильские автобусы взрывались, я говорил, «Пусть живет Хамас, да здравствует Фатх». Меня зовут Айман Срур, я родом из Эйлабуна в Галилее. С самого детства я очень любил свою деревню и свой народ. Когда я был в четвертом классе, я посмотрел фильм Иисус. Историю жизни Иисуса согласно Евангелию от Луки. Я посмотрел этот фильм и был глубоко тронут жизнью Господа Христа, Его смертью на кресте и Его воскресением. Что особенно коснулось моего сердца, это заключительная часть фильма, когда рассказчик просит повторить за ним молитву. Господь проговорил в мое сердце и призвал меня, и я помолился с рассказчиком. Я никогда не забуду тот момент. Я могу описать его лишь как момент извечности, потому что Господь призвал меня познать его лично. Однако это было тяжелое время, и реальность была очень сложной. Событие, которое оказало серьезное влияние на мою жизнь, это когда жители нашей деревни Эйлабун были депортированы в 1948 году. Когда я рос, я начал понимать из рассказов своей семьи, насколько пострадала наша любимая деревня. Что оставило глубокую рану в моем сердце, так это то, что мой дедушка, по линии матери, был хладнокровно убит во время войны. Мое сердце было исполнено злостью, очень сильной злостью. В самом Эйлабуне случилось происшествие. Во время войны одного еврея обезглавили. Люди, которые отрезали ему голову, были не из Эйлабуна. Они были из так называемой армии спасения, которая прибыла из арабских стран, чтобы спасти Палестину от врага, так называемого врага. Они отрезали ему голову. И что еще хуже, они играли в футбол его головой. Более того, они поставили его голову на груду камней и смеялись над ним из-за того, что он мертв. И радовались его смерти. Те, кто назывались армией спасения. Но жители деревни оплакивали смерть этого человека. Жителям Эйлабуна не была привита ненависть и злоба в их сердцах. Вместо этого они следовали основополагающим человеческим принципам любить своего ближнего, уважать, не относиться пренебрежительно и не высмеивать другого. После этого израильская армия очень разозлилась. Когда прибыли израильские солдаты, они были в ярости. И на площади мучеников в Эйлабуне они выстроили в ряд нескольких жителей деревни и хладнокровно их расстреляли. Они вытащили их из здания церкви, куда те пришли, чтобы спастись. И их кровь заполнила площадь мучеников в Эйлабуне. Как же нам не злиться и не ненавидеть их? Как можно было не держать гнев и обиду на тех, кто совершил это преступление и ужасный грех? Моя бабушка подробно рассказала мне эту историю, и мое сердце наполнилось горечью. Почему, Боже? Почему невинных людей хладнокровно убили? Из-за чего? Из-за ошибки кого-то другого. С юности у меня была дилемма в моих политических взглядах. Мы за еврейское государство? Поддерживаем ли мы сионистов? Должны ли мы участвовать в политической жизни государства Израиль, которая украла нашу землю и депортировала наши деревни и города? Или же мы часть арабского народа? Должны ли мы взять на себя обязательства перед мусульманским народом и сражаться со злым сионистским врагом, который украл нашу землю и изгнал наш народ из городов? Я начал читать политическую литературу, которая ослепляла мои глаза и ожесточала мое сердце. Я забыл, каким было мое детство. Я стал молодым человеком, чье сердце было исполнено гневом и ненавистью к сионизму. Я ненавидел Израиль и очень сильно ненавидел еврейский народ. Я был счастлив, когда их убивали. Когда израильские автобусы взрывались, я говорил, «Пусть живет Хамас и да здравствует Фатх!» Я говорил, «Вы джихадисты, вы правда, вы те сильные, кто защитили мою честь». Я забыл молитву, которой молился в молодости, и что Господь есть Бог. Я забыл свое обещание любить, прощать, как Христос простил мне и полюбил меня. Я забыл это обещание и обязательства. Я помню один случай, который шокировал меня. Я смотрел новости о террористической атаке, которая произошла в Хайфе. И эти убийцы оказались евреями, которые носили кипы на голове, религиозными евреями. Они носили черную одежду, черную, как их сердца. Они крепко держались Ветхого Завета, который обещал им обетованную землю, который говорил им убивать и проливать кровь, или что-то подобное, как я тогда считал. Я был счастлив, когда собирали части тел убитых евреев, наших сианитских врагов. Но в то время моя сестра и еще один мой знакомый были в Хайфе. Потому я подумал, а что если бы моя сестра была одной из жертв взрыва той бомбы? И был бы я счастлив тогда? Или если еще кто-то из моих близких оказался там, радовался бы я? В чем виновата моя сестра? Это трагическое событие сильно повлияло на меня. И новая провокационная мысль возникла в моем разуме и моем сердце. Если те, кто убивал и грабил в прошлом, совершили грех, то почему сегодня, спустя 40-50 лет, убивают других людей? В чем их вина? В чем вина моей сестры, за которую она могла бы быть убита в этом ужасном теракте в Хайфе? Я был как человек со связанными руками. Мое сердце было темным, и мои мысли путались. Так ли уж идеален политик? Является ли то, что он говорит, непогрешимым? Есть ли у него полнота божественного права? А как насчет религиозного человека? Независимо от происхождения, христианин, мусульманин или еврей, говорит ли он абсолютную истину? В то время я начал планировать поездку за границу, в Италию. Один друг из Эй-Лабуна пригласил меня туда на учебу. В Италии я встретил одного человека из Евангельской церкви. Я встретил его на улице возле общежитий, и он дал мне пригласительную открытку в церковь. В этом приглашении я прочитал о последних временах очень тяжелые и страшные вещи, которые напугали меня. И так это было приглашение от Бога пойти в церковь, пойти в дом Бога, моего Бога. Я всем своим сердцем, я был полон решимости и сказал себе, «Господи, я пойду сегодня в церковь. Достаточно боли, достаточно проблем и путаницы в моей жизни, в моем сердце и в моем разуме». Я в первый раз вошел в церковь. Я встретил там кого-то и сказал, «Я из Израиля». Я колебался, стоит ли мне говорить «израильтянин» или «нет». Но я решил сказать правду. Я живу в Израиле, я из Галилеи. И этот человек встретил меня с такой любовью. Я почувствовал его любовь весьма ощутимым образом. Я посетил служение, и оно показалось мне очень странным, но я почувствовал там Божье присутствие. Люди в церкви учили меня истине, но в любви. Они ни к чему меня не принуждали. «Ты должен выучить все Писание на память». Нет, они выражали любовь и говорили истину в любви. Моя ненависть к еврейскому народу не была рациональной. У меня были эмоциональные проблемы, проблемы на работе и в институте. Но это также была духовная битва. Сегодня я сказал бы, что это была рука дьявола, которая действовала тайно. Он ослепил мои глаза и мои мысли. Но я настойчиво продолжал встречаться с этими драгоценными людьми из церкви. Господь просвещал мое сердце шаг за шагом, и до сегодня Он продолжает просвещать меня. Потому что Библия — это свет, она открывает очи моего сердца и убирает обиду и ненависть к еврейскому народу. Может быть, они любят меня. Весьма вероятно, что они ненавидят меня. Но почему я должен отвечать злом на зло? Почему я должен отвечать на зло ненавистью и местью? Как сказано в Библии, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Эти вещи по-настоящему заставили меня чувствовать стыд. Я спросил себя, «Я христианин, верующий или националист, поддерживающий конфликт и мой собственный национализм?» Это был священный баланс между любовью и истиной. Потому что Бог по-настоящему любит всех людей. Он любит народ Израиля и народ Палестины. Сегодня я воин Иисуса Христа. Сегодня я провозглашаю свою любовь к еврейскому народу. Почему? Потому что Бог есть любовь. Он правит в моем сердце и моих мыслях. «Все древнее прошло». Сегодня я знаю наверняка, что я живу не ради материальных и приходящих вещей. Вместо этого я посвятил всю свою жизнь небесным и вечным вещам и тому, чтобы воздавать славу Богу. И как Иисус Христос убрал ненависть из моего сердца, как Он любит меня и отдал Себя за меня на кресте, Он точно так же любит тебя, именно таким, какой ты есть. Приди к Нему, открой свое сердце Иисусу Христу, независимо от твоего происхождения и твоих мыслей. Не позволяй ни одному человеку и ни одному конфликту удерживать тебя от Божьей любви лично к тебе. Пусть Божья любовь победит все и заглушит все голоса в твоем сердце, как написано в Библии. О, если бы вы ныне послушали голоса Его, не ожесточите сердце вашего.